Историк Юрий Кузьмин Я написал ночью по совету сына маленькое извинение. Я повторяю, что люди добрые приходите в старый город, чтобы поинтересоваться всем, что здесь есть. И также, пожалуйста, посещайте ночные бары, если властного их мало, кажется, там три есть, но ведите себя так спокойно. Юрий Кузьмин сам проживает в старом городе, хорошо знаком не только с его древней историей, но и насущными проблемами. Очевидно, что старый город всегда будет привлекать и туристов, и жителей других районов. Но не всех монет музеи и художественные галереи. По количеству ресторанов, баров и павлов он занимает лидирующие позиции. А для кого-то старый город – это место жизни. Ведь мы не хотели бы, чтобы после завершения рабочего дня, после того, как его покинут чиновники, старый город умирал. Ну и превращать его в бесконечную веселую барную стойку – тоже не решение. Одним из распространенных в мире выходов и есть более ранние закрытия ресторанов и баров. Или выделение ограниченной зоны для любителей вечерних застолий. В старом городе есть укромные милые уголки, но есть такие места, где люди невоспитанные не соблюдают основной принцип человеческого общения – живи сам и давай другим жить. Это особенно связано с местами ночного развлечения, ночными клубами и барами, где несколько лет назад запретили курение внутри. И вот после этого нашествие на улицах старого города, особенно в треугольнике между Сур-Каре и Веке-Каре, который жители старого города начинают называть Бермудский треугольник, поскольку там, как правило, до пяти утра люди, выходящие из баров с выпивкой и сигаретами, сначала беседуют, затем начинают кричать, драться, плеваться, мочиться. Пока же конфликтная ситуация сохраняется. Быть может, кому-то просто не понравилась его должность – советника мэрии столицы. А в борьбе полят в кого попало. При этом весьма странно, что защищать честь русских вызвались представители партии, которая снесла памятник на Теннис-Мяги, и которые сообщали, что там похоронены были бандиты и пьяницы. И обидно, что замахнулись они на того, кого можно назвать гордостью отечественной интеллигенции, книги телепередачи которого сделали куда больше для интеграции, чем послушные фонды и спекулирующие заботы о русских политике. Во всяком случае, к русским они единого памятника не снес, а помог восстановить десятки. Кому-то это, видимо, не по душе. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.